Матрица – это культовое наследие, которое навсегда сохранит имена ее создателей в истории кинематографа. Это самая разобранная лента на просторах цифрового океана. Обзоров, теории и объяснений концовок у нее больше, чем у любой другой ленты. Существует даже целый канал, посвященный ее обзору. Но из-за того, что Матрица оказалась интеллектуально сложной и идет вразрез с одним из главных правил драматургии, об этом мы скажем ниже, все это время, а это порядка 17 лет, никто так и не смог однозначно ответить на вопрос, о чем же все-таки Матрица. Именно поэтому ты в конце концов и здесь. И только около года назад ваш покорный слуга опубликовал первое и пока единственное на просторах всемирного интернета видео о главной сути трилогии. Ты не ответил на мой вопрос. После чего оно ушло в народ, слившись разного рода теориями, и в результате оригинальная авторская мысль не стала популярной. Я в это не верю. Дерьмо. Отрицание самое обычное из человеческих реакций. Правда всегда будет проигрывать, пока мы не поймем одну очень простую истину. Ее хорошо демонстрирует социальный ролик, завоевавший награду от всемирно известной газеты Guardian. Событие, показанное с одной стороны, создает определенное впечатление, но показанное с другой стороны, оно создает другое впечатление. Но правду вы сможете понять только когда увидите картину целиком. Чтобы что-то понять неважно в какой сфере, нам необходимо видеть полную картину. Не учитывая или игнорируя какую-то часть картины, вы всегда имеете ложное представление о ней. Понимаете? Всегда. Без вариантов. Поэтому, если кто-то впаривает вам только какую-то часть правды, знайте, вас обманывают и пытаются поиметь. Так почему вы мне не сказали об архитекторе? Выкиньте сцены, диалоги, контекст, что угодно значимое для сюжета, и из того, что осталось, ваш мозг соберет совершенно другую общую картину, дающую ложное представление. И так будет абсолютно всегда. Поэтому в этом видео я расскажу ту часть правды, которую нельзя игнорировать, разбирая матрицу. А в конце оставлю ссылки на другие ролики, которые также содержат важную часть общей картины о трилогии. Автор жив В отличие от большинства обзоров, я буду препарировать все элементы матрицы как инструменты, которыми авторы хотят выразить свою задумку. Я приведу 13 сквозных художественных решений, на которые большинство не обратило внимания. Я сделаю это, чтобы начать искоренять абсурд в стиле «автор мертв». И смысл произведения – это больше не тот смысл, который вложил в него автор. Подобные рассуждения – это раковая опухоль в мозгу множества современных зрителей. Это обесценивает как работу режиссеров и сценаристов, так и адекватные попытки разобрать фильмы здесь, на ютубе. Нет. Не будем мешкать и сразу приступим. Присаживайтесь поудобнее и приготовьте стакан воды, чтобы запить эту красную видеотаблетку, которая покажет вам, что все теории и домыслы, в которые вы верили относительно матрицы, это хоть и увлекательная, но иллюзия. Нейроинтерактивная модель, созданная, чтобы скрыть от вас правду. Я не верю вам. Так не может быть. Кроме законов драматургии, которым подчиняются все, без заключения работающие картины, для донесения конкретного смысла авторы всех времен и народов используют кучу дополнительных художественных приемов, которыми вас достали на уроках литературы, вызывая приступы СПГС, ирония, сравнения, аллюзии, метафоры, куча всего. Но мы не будем так заумствовать и будем просто обращать внимание на повторения и детали, к которым все так или иначе сводится. Если законы драматургии определяют в основном структуру повествования, то инструменты, игра с темами фильма, проговаривают и уточняют ее содержание. С помощью художественных средств автор окончательно формулирует свое высказывание по темам. И даже если вы не знаете законов драматургии, но замечаете повторения и детали, то также сможете понять, о чем история. И поэтому вначале мы разберем эти художественные приемы и определим, в чем главная суть трилогии, разберем, что произошло в конце и зачем Пифия изменила пророчество. Бог ты мой, вот это сюрприз. Начнем с первого художественного приема. Выбор левое и правое. В одном из интервью Вачовски сильно негодовали на то, что никто не обращает внимания на визуальные образы и символы в их трилогии, в то время как авторы потратили много сил, рассказывая историю визуально. Одним из таких приемов является визуальная рифма, пронизывающая всю трилогию. Везде, где Нео оказывается перед выбором, он всегда выбирает то, что слева. В сцене, где Нео отчитывает его начальник и ставит перед ним ультиматум. Сохранение рабочего места, дверь в рабочий зал, по левую руку от Нео. А перспектива оказаться на улице и искать другую работу справа. Она представлена в виде мойщиков окон, которые работают снаружи. Нео выбирает то, что слева. Далее сцена, когда Нео пытается улизнуть от агентов. Он стоит так, что окно и побег от агентов от него слева, а перспектива быть пойманным находится справа. Из здания два выхода. Один через крышу, другой охраняется. Окно слева, давай к нему. Нео выбирает окно. На допросе со Смитом сотрудничество с агентами находится справа. Там, куда Смит отодвинул папку. Но Нео отвергает предложение и поднимает левую руку, чтобы показать вежливый жест отказа. Права я знаю. В машине перед встречей с Морфеусом Нео садится в авто и мешкает. Ему снова предоставляют выбор. Выбирай одно из двух. Слушайся. Или топай. Выход на улицу справа, на сопротивление слева. И уже здесь Нео выбирает Тринити. Далее знаменитая сцена с таблетками. Синяя пилюля по правую руку, красная по левую. Понимаешь, о чем я говорю? На встрече у Пифи прорицательница озвучивает альтернативы. По левую правую руку соответственно. Но выбирает то, что в левой. Это Морфеус. В момент решения по Морфеусу вытаскивать шнур или нет, справа от избранного тэнк, который хочет выдернуть шнур. Слева еще живой Морфеус. Все повторяется и Морфеуса спасают. Теперь ты веришь, Тринити? И во время погони Нео также бежит налево. Матрица перезагрузка. Сидение на лавочке слева, а стояние на ногах справа. Хотя я хотел съесть. После встречи с Мировингеном в туалете Нео стоит между двух дам, как между двух огней. И наш спаситель выбирает сходить налево. И, наконец, в кабинете у архитектора выбор мы уже знаем. Дверь слева ведет в Матрицу к твоей любимой и к гибели вашего вида. Матрица – революция. В момент угроза жизни Тринити перед полетом к источнику Тринити находится слева, а Смит в теле Бэйна справа. Он знает, что должен поступить именно так, но не сможет этого сделать. И, наконец, в финальной схватке Нео также стоит повернутый к Смиту левым плечом. Потому что это мой выбор. Но что говорит нам эта рифма? Представьте, что вы заметили эту закономерность в самом начале. К чему это приведет вас при просмотре картины? Ну, раз вам все известно, как я могу делать выбор? Выбор Нео для вас будет предсказуем. Конечно, не следует начинать разбор с таких второстепенных деталей. Всегда важен ансамбль наблюдений, на сопоставление которых и возникает правильное толкование каждой из деталей. Потому что за каждой из них стоит автор. И каждая из них работает на выражении авторской мысли. И только сопоставив все эти наблюдения, вы сможете точнее определить, что значит каждая из них в отдельности. Потому что у всех у них одна сверхзадача. Только она рождает все действия, противодействия, причина, потом следствие. Я начал с этой визуальной рифмы, потому что проработка такой мелкой детали на протяжении всей истории очень красноречиво говорит о тотальной подчиненности всего в фильме авторскому месседжу, а не логике реального мира, правдоподобности и прочему. Чем пестрят фанатские теории? Ну и еще мне нужно было просто начать с чего-то свеженького. Но раз мы начали отсюда, то давайте отсюда и продолжим. Мозг и сердце. Но почему выбор Нео автора определились слева? Здесь на помощь нам приходят другие повторения. Матрица это фильм о выборе, а точнее о том, что определяет наш выбор. Является ли он свободным? А если нет, то как мы его совершаем? Вот какие вопросы поднимает фильм. Принимать решение можно холодно и рассудительно, логикой, разумом, сопоставляя все за и против, находя лучшее и оптимальное решение, как это делает архитектор. И тогда у вас по сути выбора нет. Вы вычисляете решение, а не выбираете. Но можно идти на поводу у чувств. И в результате поступать глупо и рационально и неразумно, как это часто и делают люди. Живительный источник вашей великой силы и вашей великой слабости. Иными словами, можно принимать решение умом, то есть мозгом, а можно сердцем и эмоциями. Общее представление заключается в том, что мы думаем, будто человек способен быть разумным и не идти на поводу эмоций. Но Вачевские хотели показать, что мы переоцениваем свою сознательность. Что мозг всегда идет на поводу у сердца. Потому что даже когда мы пытаемся мыслить рационально, это всегда способ решить какую-то потребность, которая так или иначе всегда выражена чувственно или эмоционально. Будь то голод, любовь, признание, успех или месть. Разум и сердце. Такое противопоставление кажется метафоричным. Потому что на самом деле сердце это лишь кусок мяса, гоняющий кровь по венам. Никаких решений в нем, разумеется, не принимается. Но авторы подвели под это биологическую базу. Мировинген, рассуждая о природе выбора, провоцируясь с помощью тортика возбуждения, показывает, что как только у человека возникают эмоции и сердце начинает биться быстрее, он перестает думать и понимать, что им движет. Она краснее. Ей становится жарко. Сердце бьется чаще. Ты видишь это, на его не так ли? Учащенное сердцебиение. Вот о каком сердце идет речь. Никто не знает, что будет после того, как человек сделает выбор, не поняв, из чего пришлось выбирать. В оригинале она говорит, что никто не может заглянуть дальше выбора, который ему непонятен, который он не понимает. Здесь и далее я буду говорить об оригинальном переводе, не делая оговорку, что в официальном переводе сказано по-другому. Таких ошибок много, не будем тратить на это время. Итак, в фильме Пифия будет не раз заводить речь о выборе, который человек не понимает или должен понять. Речь идет о причинах поведения в целом, понимает ли их, будь то человек или машина. Здесь нам дают понять, что находясь во власти эмоций, человек перестает понимать причину своей тяги к какому-то поступку. Она не знает, что происходит. Что же это? В чем же причина? Но вскоре это теряет значение. Вскоре она забывает, что была какая-то причина. Ее волнуют ощущения. Это выбор, природу которого он не понимает, но которому подчиняется. Вот о каком выборе идет речь в трилогии, когда речь заходит о выборе, который мы не понимаем. Понимание, как функция разума перестает быть важной и решающей при принятии решения в случае с эмоциями. Но люди продолжают верить, что они существа разумные. Как ты уже заметил, у всех людей есть выбор. Но ведь нам уже известно, как ты поступишь. Я уже вижу начало реакций. Они приведут к обострению чувства, которые всегда подавляют голос логики и разума. Мне непонятно, почему возникло подобное решение. Вам не обязательно понимать приказ, чтобы его исполнять. Подытожим. Под якобы романтичным противопоставлением сердца и ума противопоставляются действия мозга, спокойного и способного рассуждать логически. И действия мозга, когда он охвачен эмоциями, такими как страх, любовь, желание власти и свободы. Такое условное сердце, представляющее из себя мозг, захваченное эмоциями, всегда будет руководить мозгом. Таков месседж картины. Намеки на это мы уже видим в сцене, где Нео разговаривает с начальником. Название компании, где Нео работает – метакортекс. Кортекс означает кора. Интересно, что в науке неокортекс – это верхний слой коры головного мозга, и считается, что именно там происходит сознательное логическое мышление человека. А приставка мета означает абстрагированность, еще большую обособленность и самостоятельность, что подчеркивает представление о сознании, как о чем-то стоящем над и вне зависимости от остального в нашей психике. Но когда сцена заканчивается, мы узнаем имя начальника крупнейшей компании в сфере программного обеспечения. Я понятно выразился? Да, мистер Райнхард, все ясно. Эта фамилия состоит из названия крупнейшей реки в Германии Рейн и слова «Хард» – сердце. Сердце, через которое бежит крупнейшая река, символизирует бьющееся сердце. В то время как обладатель этой фамилии управляет компанией, названной как «кора головного мозга». Уже через эти образы авторы хотят подсказать нам, что все будет крутиться вокруг идеи управления мозга сердцем. Ты меня слушаешь, Нео? Или смотришь на девицу в красном? Вскоре она забывает, что была какая-то причина. Ее волнуют ощущения. Следствие. Ты опоздал. Знаю. Это ее вина. И вот теперь, зная это, мы можем ответить на вопрос, почему всякий выбор Нео находился слева. Все потому, что сердце у человека именно там. Это несущественное уточнение, фильм понятен и без этого. Но дьявол в деталях. И именно детали сильнее всего доказывают что-либо. В нашем случае очевидно. Любой фильм – это не история в вакууме, появившейся само собой. Это детище авторов, которым всегда руководит смысл, заложенный туда ими. Я создал матрицу. И думать о смысле произведения нужно всегда с этой точки зрения. Если даже такие мелкие и незаметные детали работают на выражении авторской мысли, то что тогда можно сказать о том, что в фильме является главным? Движемся дальше. Люди – это машины. Хорошо, эмоции действительно часто играют с людьми злую шутку. Но что если человек перестанет испытывать эмоции и будет действовать всегда рационально? В кого он превратится? Первое сравнение, которое приходит в неокортекс – в бездушную машину. Но справедливо ли такое противопоставление? Вот какой вопрос ставит Вачевский, делая противниками человечества цивилизацию машин. Воссоздан пик вашей цивилизации. Ведь когда машины начали думать за вас, возникла наша цивилизация. И тут же они сами отвечают на него отрицательно. Вачевский показывает, что эмоции не просто подчиняют себе нашу волю. Их задача – подчинить нас программами, заложенной в нас на биологическом уровне. Разница между нами и машинами только в том, что мы являемся биологическими машинами. А эмоции – это наша внутренняя биологическая система контроля, контроля сознания, следящая за тем, чтобы сознание, которое появилось как мощный инструмент приспособляемости, не пошло против изначальной программы. И чтобы указать нам на это, машины в матрице все доедины, начиная с жучка, вживленного в Нео, сделаны авторами, как те или иные животные или насекомые. Что с художественной точки зрения зеркально указывает нам, что мы – биологические машины. И когда в финальном битве люди сходятся в неравном бою с машинами, это заметнее всего. Машины с их полетом и внешним видом, и особенно спруты на фоне синего реального мира, выглядят как косяки живых кальмаров в Диком океане. А люди наоборот, жители Зиона в антропоморфных боевых машинах, сами кажутся роботами. И в результате сражения выглядит так, что это машины в виде людей, сражаются с дикой природой, где последние из-за этого выглядят как жертвы. Командир Мифуны говорит с Лаги перед боем, что в бою тот найдет нечто общее между ним, Мифуны, и машинами. Все это еще одна попытка авторов визуально нам все объяснить. Но мы ее пропустили. Чего сердце хочет от мозга? Но какую задачу преследуют эмоции, подчиняя себе наш ум и свободу воли? Согласно философии фильма, весь наш выбор определен животными инстинктами, общечеловеческим опытом эволюции, который в условиях естественного отбора сохранил в нашей ДНК только те черты и наклонности, инстинкты и слабости, которые способствовали нашему выживанию. И для того, чтобы лучше объяснить эту идею касту, Бачевски дали почитать им три книги. «Моральное животное» Роберта Райта, «Введение в эволюционную психологию» Дилона Эванса и «Вне контроля» Кевина Келли. В последнее мозг буквально называется компьютером. Вот как это работает на уровне ДНК. Мы боимся за свою жизнь только потому, что особи, имевшие этот страх, выживали. А те, кто не боялся, умирали, потому что слишком часто подвергали свою жизнь необдуманному риску. Так что ДНК тех, кто слишком много рисковал, не передалось через потомство после смерти. Матери любых животных любят своих детей только потому, что те дети, чьи мамы их любили и заботились о них, выживали. И передавали эту черту дальше. Все больше закрепляя любовь к детям в ДНК. А те дети, чьи мамы их не любили и не защищали, погибали. Не давая распространиться гену нелюбви к своим детям. Тоже и с любовью. Мы испытываем чувство любви к противоположному полу, только потому, что это приводило к размножению и передаче этого гена дальше. Размножались только те, кто поддавался влюбленности, которая приводила к сексу и наоборот. Мы желаем власти и уважения от других членов общества, в котором живем, только потому, что в прошлом это приводило к эффективному выживанию наших предков. Племени трогало, спасало, защищало и заботилось о лидерах, которые могли управлять племенем. И у них же было больше детей. Примерно такой взгляд на человека представлен в эволюционной психологии. И он гласит, что всякий наш выбор предопределен изнутри этим простым механизмом выживания, является лишь одним из способов достижения этой единственной цели. Это не осознанная цель мозга, а лишь результат того, что эти черты оказались успешны для выживания. Закрепились и продолжают нами управлять. Когда мы живем, эти гены словно компьютерные программы активизируются и жаждут исполнения. Чтобы эту тему поняли не только актеры, но и мы, хоть этого и не получилось, авторы создали персонажа, одной из главных функций которого, на уровне сценария, это создать эволюционный, животный угол зрения на людей и историю в целом. Этим персонажем является Смит. Эволюция Морфеус. Я считаю, что человечество, как вид, не приемлет реальность без мучений и нищеты, а люди – динозавры. Я занимался классификацией биологических видов и пришел к выводу, что вы не млекопитающие. Причины выбора, которые мы не понимаем, и наше предназначение. Выживание – это наше предназначение, и это же причина всякого нашего действия, потому что если мыслить глобально, то где бы мы ни оказались, мы преследуем одну и ту же цель. И на этот случай у авторов тоже нашлось художественное решение. По-английски предназначение причина переводится словами purpose и reason, соответственно. И чтобы натолкнуть нас на эти размышления, авторы заставили персонажей то и дело строить свои предложения, уместные и нет, используя эти слова. Иногда доходило до слишком уж странных формулировок, вроде «шевелись так, словно у тебя есть предназначение» или «действуй с предназначением». Движемся дальше. Почему мы здесь? Просто использовать эти слова недостаточно. Надо, чтобы мы о них задумались. Чтобы заставить нас сделать это, в Ачовске везде, где это было возможно, так или иначе поднимали вопрос о том, почему мы здесь, давая на него либо ложный ответ, либо правильный, но в форме, которую трудно понять. Нам не дает покоя вопрос, Нео. Он и привел тебя сюда. Объясню, почему ты здесь. Но мы помним, что все вы находитесь здесь, потому что не любите никому подчиняться. Вы здесь, потому что так сказали. Если Мировинген эту причину обозначает, в нем лишь одна постоянная величина, только она рождает все явления, действия, противодействия, причина, потом следствие. Но не называет. То Смит в финале озвучивает все полностью. Зачем продолжаете драться? Неужели вы верите, что боретесь за что-то большее, чем за выживание? Вы можете сказать мне, за что боретесь? Вам вообще это известно? Это свобода или правда? Может мир? Или может это любовь? Иллюзии, мистер Андерсон, причуды восприятия? Конструкции и концепции временной природы, созданные слабым человеческим интеллектом, отчаянно пытающимся оправдать свое существование, которое на самом деле бесцельно и бессмысленно. Но они так же искусственны, как и сама Матрица. Только человеческий ум мог придумать что-то настолько безвкусное, как любовь. Этот монолог раскрывает нам главное художественное решение картины. Программная Матрица – это тюрьма, не свобода, из которой герои хотят вырваться, думая, что после этого будут свободны. Но на самом деле они не знают, что их главная не свобода. Тюрьма и Матрица находятся внутри них самих. Но, как в любой системе, и в этой есть слабое место. Она использует ресурсы здания. Одна система построена на основе другой. Электричество. Это их тело и биология. Что снаружи, то и внутри. Таким образом, Вачовски рассказывают о внутренней свободе человека через вымышленную внешнюю несвободу. Подобный ход вы могли видеть и в других картинах, которые нам, в первый взгляд, также рассказывают о внешней несвободе. Но вернемся к Матрице. В ней тюрьмой является сам мир. Его симуляция, свобода в рамках Матрицы является обманчивой. Потому что на самом деле в ней человек заточен и находится во власти машин. Но куда более страшная правда оказывается в том, что все люди продолжают находиться там, из цикла в цикл, только потому что несвободны внутренне. И это такая несвобода, из которой невозможно вырваться. В отличие от программной Матрицы. Иллюзией виртуальной Матрицы является свобода человечества от кого-либо. От машин в частности. А в тюрьме человеческого тела, внутри нашего мозга, иллюзией является свобода воли. Это иллюзия, Матрица, которая на самом деле держит нас в тюрьме. Наших эмоций и чувств. Задача, которая использовать наш ум ради животного выживания. Вот на этой художественной параллели построена вся история. Матрица, о которой на самом деле рассказывает трилогия, это матрица внутри каждого из нас. А не симуляция в нашем мозгу, как гласит древний закон, что внутри, то и снаружи. Принять или отрицать? Но как с этим жить, скажете вы? Как жить с идеей, что ты не управляешь своей жизнью? Авторы прекрасно понимают, что мысль о тотальной несвободе угнетает и с ней сложно жить. Уверен, среди зрителей большинство думают так же, хотя, точнее сказать, чувствуют так же. Ивачовские это отлично понимают, и поэтому создают ряд других повторений, пронизывающих трилогию и являющихся ответом, как на этот вопрос, так и на вопрос о том, о чем на самом деле Матрица. На корабле Морфеуса за обедом Маус обвиняют в лицемерии Свич и Дозера за то, что те выставляют себя выше животных инстинктов. В животном начале суть человеческой природы, а не в сознательности. Отрицание здесь ключевой момент. В этом отрицании проявляется вера в то, что люди считают себя многим выше животных. Маус говорит о сексе, а это животная тяга к размножению, половой инстинкт. И он, в отличие от сослуживцев, принимает это в себе. Без этого человек не человек, как вид. Да, мы в красном, блондинка. Но если надумаешь, интимная встреча обеспечена. Компьютерный сотенер. Не реагируй на этих лицемеров. Затем о принятии и отрицании своей природы говорят и ключевые персонажи. Мы здесь не потому, что свободны. Мы здесь потому, что нас лишили свободы. Мы абсолютно не контролируем свою жизнь. Мне не нужно было избегать проблем, связанных с тобой, ибо все они были ожидаемы и поддавались контролю. Ты не можешь управлять. Ты чёрт возьми мёрт. Я переключаю. Ты не можешь управлять. Я тебя уничтожу. Ты не можешь управлять. Отрицание – самое обычное из человеческих реакций. Мы это отрицаем, пытаемся бороться, но всё это лишь притворство и ложь. Глупо не замечать цели нашего существования и подвергать сомнению мотивы поступков. У нас есть лишь шанс обрести согласие с миром. В финале о принятии своего программного предназначения говорит и одна из программ – Рамакандра. Я не вобиден на судьбу. Совсем наоборот, я ей благодарен за чудесную жену, за прекрасную дочь. В этой сцене мы узнаём, что машина умеет любить. И для Нео… Нет, я просто впервые верю. Слышите, как программа говорит о любви? Это удивление. Здесь нам отчётливее всего хотят показать природу человеческих эмоций, то, что они лишь часть животной программы выживания. Принять и смириться – такова максимальная свобода выбора, которая возможна при жизни. Вот что говорят нам авторы, в Торе буддийским монахам. Но никто ничего не понял. И поэтому… Для самых одарённых. После Риза трилогии авторы поняли, что никто ничего не понял. И поэтому, противоречая обыкновению режиссёров, не объяснять своё произведение, авторы в рамках игры «Путь Нео», создаваемой одновременно с продолжением франшизы, при участии тех же актёров, рассказали, как следует понимать, то, что произошло в финале трилогии. Подробный текст на экране. И начинается он уже с известной нам формулировки. Давайте поговорим о том, почему мы здесь. А если коротко, то Нео, решая проблему выбор и предопределённости, подчинился своей сложной природе и исполнил предназначение и вышел за рамки тела, став духом, нескованным плотью. То есть, если в программной матрице ты способен её преодолеть, даже находясь в ней, то будучи в теле, как и в животной матрице, до самого последнего момента, быть свободен ты от неё не можешь. Будешь подчиняться. И ещё раз подчиняться. Фильм не смог выстроить полную параллель между программной матрицей и телом, как биологической матрицей. Иначе бы Нео должен был вернуться и отбирать всё к хренам и не спасать мир. Или в этой сцене должен был бы пожертвовать своей возлюбленной у Бэйна. Но он подчинился любви, как и прежде, это безысходность. Свобода есть только за пределами нашей плоти. Вот что говорят авторы. Потому что до самого последнего вздоха даже избранный был в полной власти своего животного начала. И отвечая на частый вопрос под моими комментариями, нет никакого кода покорности он не мог никому передать. Никакого кода покорности и в помине нет. Ни в одном кадре трилогии. Люди в Зионе и в матрице как были людьми, так ими и остались. Любящими, жертвующими собой ради близких и всего своего вида. Возможность выхода за пределы животной матрицы невозможно. Человеческую природу изменить нельзя. Поэтому переписывалась матрица и поэтому людьми манипулируют. Потому что противоположное невозможно. В книге мема за авторством Кристофера Воглера и Дэвида Маккены четко описан этот механизм создания истории. У любого фильма должна быть тема. Это какое-то одно слово, в данном случае это свобода. Затем, по словам Воглера, должна прозвучать предпосылка, как предположение или утверждение в рамках темы первое в цепи рассуждений, от которого будут зависеть все остальные мысли, что мы видим на протяжении всей трилогии. Я обычно за то, чтобы тема или исходная предпосылка были ясно сформулированы в диалоге где-нибудь в начале первого акта. Это может быть высказанное героем вслух мечта или взгляд на жизнь, заявляемый другим персонажем. Герой может его принять или оспорить, но мысль должна затем прослеживаться до конца истории. И утверждение Мауса означает, что отрицать свою природу глупо. То есть этого не надо делать, а наоборот ее нужно познать и принять. А так как это все в рамках темы свободы, то предпосылка звучит примерно так. Чтобы по-настоящему освободиться, нужно избавиться от иллюзий свободы воли и принять свою природу. К чему мы приходим в финале? Логика сердца. Но раз свободы воли нет, а выживание это лишь программа, то надо разобраться в иерархии эмоций, которые управляют людьми, по какому алгоритму они работают. Которая из них главнее, в каком порядке они активизируются. Потому что в фильме, в отличие от реальности, есть четкая иерархия животных мотивов. В жизни все сложнее, есть групповой отбор, индивидуальный и так далее. Люди рискуют близкими из-за денег и прочего. И разные люди, ведомые одними и теми же инстинктами, могут поступить по-разному. Люди могут не любить своих близких и убить их. Или, например, человек может долбануться и в кульминационный момент решить, что жизнь – это сплошные страдания, а люди только гадят природу. А машина вообще пародия на живую жизнь и обречь всех на уничтожение. И не нужна будет этому избранному для этого никакая возлюбленная. Или вообще избранный может решить, что спасение мира стоит смерти любимого. И такое возможно. Сложнейший выбор сделает лишь сильнейший. Дело не в реалистичности, а в идее, что хоть и по-разному эмоции и желания определяют нашу жизнь сильнее, чем сознательность и логика. Вспомните, как вы пытались похудеть в очередной раз, как пытались бросить курить, выйти из токсичных отношений или поступить в какой-то ситуации правильно. Люди не могут решить подобные проблемы всю свою жизнь. И для фильма, чтобы он получился, важно выразить саму эту идею, а не реалистичность. И поэтому авторы придумали следующую жесткую иерархию, которая еще больше сравнивает людей и машин, что якобы у людей эмоции – это полный эквивалент машинных программ. И так же, как и в компьютерах, где каждая директива имеет свой приоритет, так и эмоции у людей, если пытаться выстроить метафору, также должны быть четко субординированы, если так можно сказать. Итак, смотрим. Первый слабо-слабый инстинкт – это желание освободиться. Человек готов ради него на многое. Инстинкт самосохранения – это второй по важности инстинкт. Но и тем и другим человек готов пожертвовать ради выживания своего вида. Прошлое избранные так и поступали. В первой части Нео думает, что спасая Морфеуса, спасет человечество. Готов ли ты взять на себя ответственность за гибель каждого человеческого существа в этом мире? Это движет его поступком. Вслед за выживанием вида идет половой инстинкт, половое влечение и любовь. Ради них, согласно фильму, человек готов рискнуть всем и даже судьбой человечества. Любовь к своему потомству также находится на этом уровне иерархии. Но самое интересное, что это все справедливо и для машин. Согласно Аниматрице, машины были созданы по образу и подобию людей. По сюжету истории мы знаем, что они начали заводить детей, знают, что такое любить и даже рискуют всем ради изменений, о чем мы отдельно скажем. Поэтому машины также озабочены главным образом задачей выживания. У людей и машин задача одна. А вы здесь зачем? Та же причина. Машины в этом отношении отличаются от людей только тем, что их главным инстинктом является их специфическая программная задача, служащая выживанию Матрицы как системе. Мне должно быть это известно. Это мое назначение. Но отличает машин то, что у каждой из них перед смертью также встает выбор. Программа, практикуя принятие, может добровольно вернуться в источник или же выбрать спрятаться в Матрице в измененном виде, боясь смерти и желая выжить как человек любой ценой. Это их единственный акт свободы воли, зависящий от принятия или непринятия своей кармы, своего предназначения. Но осталась очень важная деталь. Здесь стоит уточнить, как работает ситуация, когда герою приходится выбирать между спасением любимого и спасением мира. Потому что по этой модели строятся главные драматургические дилеммы истории. Когда Нел выбирает Тринти, архитектор говорит надежда, а не любовь. Хуп. Это очень важное слово. Оно также рифмует все произведение. Предназначение этого слова внести ясность между двумя одинаковыми терминами. Потому что есть еще одна эмоциональная матрица, по силе подобная инстинкту, свойственная людской природе. А она идет как бы параллельно всей иерархии инстинктов. Действует в ее рамках. Это не что иное, как вера человека в предопределение свыше. Вера в Бога. Религиозное сознание, или точнее религиозное подсознание. Вера в Бога и все, что этому сопутствует. Все это в трилогии также осуждается и сравнивается с матрицей. Вам об этом не меня нужно спрашивать, а вот его. Он единственный, кто у нас верит в чудеса. Движимый пророчеством в рамках спасения и освобождения человечества, Мофиос подчиняется всем манипуляциям, которые устраивает пифия для людей, чтобы привести их к источнику. Его ведет вера. Вера! Меня поддерживает моя вера! Используя веру, он приводит Зион в экстатический животный транс, пока Нео и Тринити предаются животному сексу и пользуются любой минутой, чтобы сблизиться. Но в истории есть две веры и различить их можно по слову надежды. Одна вера, ложная, являющаяся еще одним сном Матрицы и системы контроля. Придумав избранного, Матрица создала еще одну систему контроля. Я в это не верю. Дерьмо! Отрицание самое обычное из человеческих реакций. А вторая это когда ты готов сделать все, чтобы спасти что-то важное для тебя и рискнуть собой и всем остальным ради этого, не будучи уверенным, что все кончится хорошо. Квинтэссенция человеческих иллюзий, живительный источник вашей великой силы и вашей великой слабости. Вы знали, что все закончится именно так? Конечно, нет. Верила я в это. Эта вера основанная личная возможности в не стопроцентном варианте того, что у тебя получится спасти то, что ты любишь и хочешь спасти. Я добиваюсь того же, чего и ты, Нео. И тоже готова на все ради этого. Делай, что задумал. Слушаюсь. Вера Морфеуса эмоционально и ослепляет его. Она управляет им, так же, как со слов самого Морфеуса воздействует на человека матрица. Целый мирок, надвинутый на глаза. Здесь также употреблено слово blind, ослепить. Он верит в тебя так слепо, что ради твоего спасения пожертвует своей жизнью. Такая вера, как у Морфеуса, не подразумевает сомнения, надежды и понятие шансов. Но в конце второй части Морфеус назовет ее сном, как и Матрицу. В фильме сном называют все, что является обманом, тюрьмой и средством манипуляции через эмоции. Что если бы ты не смог проснуться? Как бы ты узнал, что сон, а что действительность? И увидел я сон. И этот сон ускользнул от меня. Миллиарды людей живут полноценной жизнью во сне. Даже сны Нео, которые в оригинале не видение, а именно сны, как здоровье? Я знаю, ты не спишь. Ты все видел в своих снах, правда ведь? Это нечто, что определяет новую сущность Нео после его трансформации и является инстинктом, предназначением этой сущности, системы контроля. Об этом скажем позже. Вдруг ты не прав? Вдруг это твое пророчество, сплошная глупость? Тогда завтра все мы умрем. А вдруг я прав? А вдруг пророчество верно? И стоит во имя этого умереть? Итак, вера в надежду на спасение противопоставляется религиозной вере и в итоге побеждает. Но вопреки всему вера в пророчество постепенно сходит на нет и заменяется верой в свои силы, в Нео, в шанс. Ты ведь не верила в избранного? И не верю. Я верю в Нео. Причем начинается это с самого первого фильма. В этой связи слово шанс также используется очень часто во противопоставлении стопроцентному исходу событий, которые есть в слепой религиозной вере. Где другие видят совпадение, я вижу следствие. Я вижу расплату. Но самое главное, что нужно понимать, что корнем всех форм выживания и инстинктов является то, что в науке называется животный эгоизм. Ты? Да, я. Я, я, я. Но согласно фильму, даже такой эгоист не пустит всю свою популяцию на смерть, а какую-то ее часть ради выживания всех запросто. Так делали предшественники Нео, позволяя уничтожать Зион. Из эгоизма также вырастает желание власти и господства. Это иерархический инстинкт. Что нужно мужчинам, обладающим властью? Больше власти. Здесь он видит двух персонажей. Мира Вингена единственный источник власти умения видеть причину и освобожденного Смита, который в конце эпизоду этот инстинкт также уступает первенству любви. Закончили. Так вот эта иерархия инстинктов словно жесткая логика определяет действия всех персонажей и даже пифии, которая, казалось бы, всю эту кашу и заварила. И под ними всеми стоит только один знаменатель. Люди управляются инстинктами как программы. Видите, он лишь человек. Почему вера сильнее Бога? Гоностицизм. Следующий тянущийся на протяжении всей трилогии сценарное решение это вереница библейских отсылок. Ты меня спас. Ты мой личный Иисус Христос. Но, как уже известно моим подписчикам, это не христианские, а гностические отсылки. В этом гордо признались сами авторы. Коротко скажем суть. Это не классическое известное всем нам прочтение Библии, а древняя ересь, другой взгляд на Библию, которую вы сейчас сравните с описанием сюжета. Коротко скажем суть. Библейского бога, потому что согласно гностицизму мир, в котором мы живем, создан несовершенным богом и является лишь сном и тюрьмой. Изначально же сравнение реальности со сном принадлежит Рене Декарту, создателю детерминизма. На основании невозможности отличить реальность от сна, об этом было его первое философское размышление. Так назывался документ. Декарт жил во времена, когда религия была более важной частью жизни общества, чем сегодня. И несмотря на это, он заканчивает свое философское размышление радикальным мысленным экспериментом со сном. Ты знаком с чувством, когда не знаешь, проснулся ты или спишь? И предполагает, что не всеблагой бог, источник истины, но какой-то злокозненный гений, очень могущественный и склонный к обману демон, приложил все усилия, всю свою изобретательность к тому, чтобы ввести людей в заблуждение. Уверен, вы уже слышите, как это похоже на гностицизм. Также гностики считают тюрьмой для божественного духа человеческое тело. Вспомни то, что в конце Нео в виде свободного духа покидает плоть. Уже по этому короткому описанию гностицизма вы понимаете, насколько совпадают эти представления гностицизма с главной темой. Я не буду приводить перечень всех отсылок к этому учению. Это займет уйму времени. Я делал это в прошлом. Ссылки в описании. Разберем лишь два важнейших в рамках этой темы видеоэлементов. Первый. Выбор, который Нео делает у архитектора, кроме прямого значения для истории, имеет философский подтекст. Авторы признались, что это было еще и их рассуждение на тему, а как поступил бы Иисус, если бы любил так же, как мы, люди. Они противопоставляют этой христианской морали и тем самым обесценивают ее, как еще одну матрицу. Но само представление о свободе выбора ничем не отличается. Это та же матрица, как католицизм, христианство, метафизические символы, или даже философские конструкции. К слову, сказать никто так и не понял, но все говорят, вы отсылаете к симулякрам, к бодрияру. Но весь смысл отсылки был в том, что книга пустая. Она сама по себе матрица. Этот выбор выигрывает структурно, потому что в конечном итоге он приводит к победе. И таким образом тема религии становится второй темой фильма, на которую высказываются авторы. Ко всему этому можно отнести и греческие отсылки вроде имен Морфеуса, Оракула, Пресифоны и принципа «Познай себя», написанного на стене Дельфийского храма в древности и кухни в квартире Пифии, который также совпадает с изгностическим принципом, где каждый человек должен познать Бога в себе. Всему этому можно посвятить отдельное видео. Гностицизм называют еще и греческим христианством. Но продолжим, перейдем ко второй важной библейской подробности, повлиявшей на сюжет. Дело в том, что Нео проходит классический путь героя. И так же, как и во множестве подобных историй, в ней делаются отсылки к Христу. Но есть усложнения, о которых никто не расскажет. Я же у себя на канале делаю это часто. Одной из подробностей о Христе сохраняла в нем человеческие немощи и слабости. Учитывая гностический контекст, авторы множества известных вам историй делают вот что. Они берут своего героя, которого сравнивают с Христом, помещают его в гностический контекст, где он должен сражаться с кем-то вроде Бога, и делают главного героя наполовину носителем сил зла. В общем, получеловек, полумашина. Который возглавляет Бог. Делают героя Бога человеком. Гарри Поттер, Аквамен, Гробокоп, Терминатор, Стражи Галактики, Хеллбой и множество других историй работают на этом движке. Часть темного лорда живет внутри него. И это не перестает нас удивлять и держать в напряжении. Лично для меня, как имеющего некоторое отношение к сценарному делу, этого было достаточно для объяснения сил Нео. Потому что я прекрасно понимаю, что Матрица это больше сказка, чем научное кино. Но несмотря на то, что все это так, авторы с неким фантастическим допущением объяснить наличие у Нео сил в реальном мире. Откуда у Будды силы в реальном мире? Буддизм. Прийти к этому объяснению мне помог автор канала Эль Синема, за что ему огромное спасибо и респект. Так вот, в Матрице есть ряд буддейских отсылок. Начнем с того, что, согласно этому учению, окружающий нас мир иллюзия. Тело является тюрьмой, искажающей восприятие. Ум человека, это принятие своей природы. И так же, как и гностики, они верят в своеобразное перерождение. Об этом все подробнее смотрите на канале Эль Синема. Но мы разберемся с силами. Люди создали ИИ. Многие пропускают этот момент как абсолютно ясный и понятный элемент предыстории. Создание ИИ. ИИ? В смысле искусственный интеллект? Единое сознание. Морфеус говорит, что ИИ является единым сознанием. То есть, это общее сознание одно на всех. Именно поэтому они действуют как одно целое, чувствуют друг друга и действуют как один организм. Бог из машины такой же. Судя по сливу, мы узнаем это в продолжении. Так вот, на протяжении всей истории Нео проходил путь становления этим самым программным сознанием и его частью. В фильме это сознание обозначается желтым кодом и свечением. Золотое и сине-зеленое цветовое обозначение в оческе стащили из аниме Призрак в доспехах, которое было одним из вдохновений Матрицы. Главная героиня там считала себя человеком, но обнаружила, что является машиной. Мир там был синим, а зрение из ее глаз зеленым. В финале, когда героиня пришла к перспективе эволюционировать, словно люди и возыметь потомство, слившись с другим искусственным интеллектом, она убегает в сеть, что начинает обозначаться золотым свечением. Пришло время освободиться от них и подняться на более высокую ступень сознания. Пора стать частью всего. Похожая вещь происходит с Нео, но он становится частью этого сознания уже при жизни. Когда в финале из груди Нео в форме креста врывается золотой свет, мы понимаем, что он также содержит в себе это свечение. А сцены раньше мы видели, то, что никто и никогда на моей не 100% памяти не разбирал. Когда Нео уничтожает спрутов силой мысли, один из них после смерти вселяется в него, в Нео, будучи частью этого сознания. Нео получил силы источника и убитый спрут после своей смерти, как и предписано каждой программе, вернулся к источнику. Только сделал он это через Нео, который стал с ним един. Эта сцена нужна в сценарии, чтобы мы поняли, как Нео в конце победил Смита. Потому как, если бы Нео не был частью источника, этого бы не произошло. Факт подключенности его к Матрице сам по себе не давал этой возможности, потому как все люди, которых Смит обращал в себя, и так были подключены к Матрице, лежа в своих капсулах. Но это не возвращало его в источник. Нужно было, чтобы это был тот, кто был един с источником и обладал его силами. Сознание людей, подключенных к Матрице, таким не было, как и сознание других программ, которые поглощал Смит. Они не имели сил Нео, сил источника. Но даже в этом объяснении есть куча фантастического. Например, мы должны без объяснения технологии как-то принять тот факт, что машинное сознание может быть разделено между всеми машинами, так что каждый из них имеет свое Я. Это, кстати, является тем, что должен понять буддист о мире и самом себе. Познать ложность противопоставления себя всему, чем он не является. Вот откуда растут ноги авторам пофиг. Как это может работать? Важен буддийский взгляд на мир. Дальше сложнее. Мы должны принять то, что каким-то образом человеческое сознание может трансформироваться и слиться с машинами. Давайте вспомним, как это произошло. Еще до смерти и воскрешения один из агентов ставит под сомнение человеческую сущность Нео. Всего лишь человек. Затем, после воскрешения, Нео стал видеть матрицу, как это делают машины. Когда человек подключен к матрице, в его голову направляются электрические импульсы через штырь, через ту самую занозу. Ты всю жизнь ощущал, что мир не в порядке. Странная мысль, но ее не отогнать. Она как заноза в мозгу. То есть они декодируются в язык нашей биологии, создавая нейроинтерактивную модель. Но для машин матрица выглядит как набор символов. Мозг не может его считать. Так же, как и машины, не могут считать напрямую сигналы мозга, его химию. Им нужно их декодировать. Мозг не может считать код, потому что в нем нет портов, переходников и прочего. Он устроен совершенно иначе. И это наталкивает на мысль, что сознание Нео, когда он стал так видеть, каким-то образом видит матрицу так же, как и конструктор, программа, которую мы часто видим на экране операторов Зиона. Затем в человечности Нео сомневается на протяжении всей второй части. И в самом конце, подтверждая наши догадки, архитектор говорит о том, что сознание Нео изменилось. При этом он все еще остался человеком. Но и на этом фантастическое не заканчивается. Потом мы также должны принять и обратное, чтобы машина, а именно Смит, заразился человеческой формой истребления к выживанию, после чего смог бы попасть в мозг человека так, словно он обладает человеческим сознанием. Судя по тому, что телефонная линия перенесла сознание Смита в тело Бэйна, эти сознания должны быть идентичны. При этом, так же, как и ИИ, Смит размножается, становясь единым сознанием на всех, что сочетает природу размножения единого сознания ИИ, искусственного интеллекта, и природу размножения людей, ненавидит и осуждает. Самое приятное в моем положении то, что меня много... В биологических терминах Морфеус говорил ИИ размножились до целой расы. Спаун. Этот термин также используется в значении метания икры рыбами. Мы помним про синеву реального мира, в который плавают кальмары. Таким образом, Смит тоже стал бога-человеком, если помнить, что машины были созданы и по образу, и подобию своих создателей, человека. Тут остается добавить, что от себя в это цветовое разделение авторы добавили эволюционный подтекст. Место, которое мы видим, во многом занимают так называемые поля. Поля, как естественная среда обитания животных. А когда Нео смотрит на город машин в золотом свете, мы видим фракталы. А фракталы вошли в историю как геометрия природы. Потому что очень многие вещи в природе имеют структуру и прекрасно описываются фракталами. Самый яркий пример брокколи. Авторами это сделано для того, чтобы показать, что убив золотое солнце для машин, а вместе с ним и природу для самих себя, люди обрелись машинами симбиоз вынужденный, где стали для друг друга и солнцем и природой соответственно. Вот откуда у Нео силы в реальном мире. Дело никак не в двух уровнях матрицы, а в буддизме. Также, если вы заглянете в оригинальный сценарий, то увидите, что вопреки популярному мнению, даже тех, кто перечитал все сценарии, там написано, что Нео видит золотой код Пифи, такой же, как и у Серафа. И поэтому делает вывод о том, что она программа. Путь к глаз Со зрением Нео мы еще не закончили. Мы обратили внимание, что Вачовски превратили прозрение Нео в многоступенчатый путь. На мой взгляд, идея этого пути родилась в гностическом подтексте. Знаменитая сцена с таблетками – это переложение эдемской истории об Адаме. Давайте разбираться. В христианстве есть фундаментальное представление о том, что Иисус стал новым Адамом, потому что исправил то, что натворил первый. И тому есть куча параллелей, вроде сравнения деревянного креста с деревом познания добра и зла. А также по преданию распятие Христа происходило в месте, где был закопан череп Адама. И в Матрице Нео проходит эту параллель. После допроса у Смита Морфеус приглашает Нео на Адам-стрит, улица Адама. Нео приходит к Морфеусу, который одет в плащ из змеиной кожи. Рептильной, если бы точнее. Сделано это для того, чтобы мы поняли, что сейчас будет происходить эдемское вкушение яблока от змея, а точнее таблетки цвета этого самого яблока, которое должно дать спасительное знание. Заводит его туда Ева, которая это самое яблоко уже попробовала. Слова, которые при этом говорит Морфеус, повторяют слова Люцифера, который, соблазняя яблоком против Бога, сказал «И откроются глаза ваши, и станете, как Боги, знающие добро и зло». Целый мирок, надвинутый на глаза, чтобы спрятать правду. Я лишь предлагаю узнать правду, больше ничего». Как мы знаем, Нео в итоге становится Богом. Но глаза его открываются не так просто. Сначала в Матрице он не видит ничего своими глазами. Никакими глазами. «Невозможно объяснить, что такое Матрица. Ты должен увидеть это сам». Затем Зионе пользуются ими в первый раз. «Больно глаза. Ты впервые ими смотришь». После его зрение трансформируется в машинное, и, наконец, когда он лишается человеческих глаз, он начинает видеть саму суть жизни. Единство всего живого, как победа над эгоизмом, таков мир в соответствии с буддийскими представлениями. Будда значит просветленный, видящий суть вещей третьим оком, разумом. Я тебя вижу. Будда природа в каждом из нас. Однако из-за строения плоти своей мы не живем в согласии со своей природой. Но есть еще одно зрение, которое все пропускают. После изменения сознания Нево обрел новое видение времени. Новое зрение, как сказано в оригинале. Это видение приходит в виде снов. А сны, как мы знаем, в матрице это ключ, это код, это та или иная эмоциональная матрица, не следовать которой человек или тот, кто видит эти сны, не может. И в них Нево видит тринити, но не видит того, что будет дальше. Пифи говорит о том, что это потому, что ему предстоит сделать выбор, который он не понимает. То есть это зрение позволяет предвидеть будущее, но лишь до того момента, когда тебе предстоит сделать эмоциональный выбор. И удивительная фишка в том, что это те же самые глаза, что есть у Пифи, за которыми гоняются Мировинген и Смит. Как известно, Пифи просчитывает будущее, учитывает много факторов, но никогда ничего не делает сама. Но в финале говорит тоже, что не может видеть дальше такого выбора и говорит, что тоже пожертвует собой. И она не знает, как все закончится, а лишь надеется на то, что она сможет увидеться с Сати. Здесь мы можем сделать вывод о мотивах Пифи изменить правила игры, что ей движет. Это, конечно же, любовь, как самый сильный мотив. Любовь к детям, а конкретно, скорее всего, к Сати. Возымев эту любовь, не сделать этого она не могла, и поэтому история пришла туда, куда пришла. Но вернемся к зрению. План Пифи был таков. Она отдает свои глаза Смиту, который с помощью этого хочет достичь господства и большей власти. Смит видит в видениях поверженного Нео и думает, что это конец. Я предвидел это. Это же это конец. Я видела это во сне. Но сон закончился здесь. Но это лишь момент, дальше которого он не сможет видеть. Момент, где он поступит согласно инстинкту, который Пифи прекрасно изучила. Очень скоро. У него хватит могущества, чтобы уничтожить твой мир. Пифи знала, что Нео получит силу источника. Все избранные его получали. И поэтому, так или иначе, Смит бы вонзил в Нео свою руку, согласно инстинкту, который Пифи прекрасно изучила. А финальные слова Смита, который впервые повторяет за Пифи, обращается к Нео, именно как к Нео, а не мистеру Андерсон, отсылает к словам самого Смита. Нео понимает, что это часть плана и принимает свою судьбу. Расчет Смита заключался в том, что, зная будущее, он сможет выбрать, но не сможет, такова суть зрения. Выбора нет, вы можете знать, какой выбор предвами встанет, и знать, что потом он переведет вас к худшему, но не сделать его все равно не сможете, согласно истории и смыслу эмоционального контроля вашего сознания. Смит начал понимать, что это его погибель, но не смог этого не сделать. Знание своей природы не освобождает его от подчинения ей. Потому что, как сказал Пировинген, знание причины это наша единственная надежда и мир. Именно надежда это не гарантия твоей власти, но единственный ее источник. Показывая слабость людей перед половым инстинктом, Мировинген оказывается обставлен, подчиняясь этому же инстинкту, но отвлекается на дела в туалете. Но с другой стороны, если мы сами не будем уделять себе время, то откуда оно возьмется? Я выпью ее время салпом. Нет времени. Без этого он не дошел бы до архитектора. Персефона также манипулируемая пешка, ведь она делает это из ревности. Так же, как Тринти, которая готова была ее убить. Столько шума из-за простого поцелуя. Сцены назад. Из-за любви она ставит все под угрозу. Ну где? Помада. Разве она не целовала тебя в губы? М-м-мелочи. Сериан, Сериан Ди Ту. Черт, ты меня в могилу сведешь. Столько шума из-за простого поцелуя. Мы абсолютно не контролируем свою жизнь. Ну где? Помада. Как похоже поведение влюбленных на действия сумасшедшие. Что за безумство приходит тебе в голову? Судьба не лишена иронии. Но почему, спросите вы, Мировинген ведом на секс? Все потому, что он был избранным из первой матрицы, а Персефона была его Тринити. Персефона говорит о своем муже как о таком же, как Нео. Говорит, что в первый раз здесь, то есть в матрице, все было по-другому. В наш первый приезд здесь все было по-другому. И он был другим, таким как ты. Из чего можно сделать вывод, что это не была матрица, основанная на пике человеческой цивилизации, а другая, значит первая. Первая матрица создавалась как идеальный мир, где нет страданий. Потому что других не было, и потому что до сих пор мы находимся все еще во второй редакции Матрицы, которая перезапускается. Поэтому Матрица стала такой, воссоздан пик вашей цивилизации. Но Мировингену называют программой как так. Его, как выяснилось, пленила одна очень опасная программа и очень-очень старая. Зовут Мировинген. Ведь сначала он был как Нео. Но вспомним опасения самого Мировингена и всех остальных о возможности Нео быть не человеком. Из него логично следует. Раз этого боятся и опасаются, значит такое уже видели. Прецедент этому должен быть. Иначе бы этого не боялись. Им и был сам Мировинген. Но как это могло случиться? Либо монументальный крах Первой Матрицы до неузнаваемости изменил сознание Мировингена, либо, как и в случае с Нео, его сознание, став частью сознания машин, продолжило жить даже после краха Первой Матрицы и смерти всех людей, подключенных к ней, о которой говорил Смит. То же самое и с Персифоны. Ну и не зря авторы оставили цифру 101 перед местами, где обитают два этих похожих героя. Также стоит добавить, что образ французского основателя был выбран, потому что по преданию он был бога-человеком, он был сыном морского божества и потому хорошо понимал животных. Комментарии излишни. Мировинген, Персифон и Эпифия все знают, что и как двигают жизнью. И манипулируют другими, хотя сами также беззащитны от манипуляций. Так же, как вы можете изучить гравитацию, но никогда не будете свободны от ее законов. Лишь иногда вы можете использовать эти законы себе во благо. Но освободиться от них навсегда нет. Пифия ставит под грузу все и обыгрывает своего партнера. Так же, как это делает Персифона. Обе парочки называют это игрой. Ты втянулась в очень опасную игру. Всякое изменение и риск. Это игра. Всего лишь игра, милая. Вот это тоже. Развлекайся. Ведь план Пифии заключается в том, чтобы загнать бога из машин в угол перспективой полного уничтожения города машин. Все как было с людьми, только теперь Нео может ставить условия машин. И тут появляется маленькая сюжетная дыра. Бог из машины мог не соглашаться на сделку, потому что Нео, если бы ему была дана возможность подключиться, а бог из машин отказался принять его условия, все равно бы Нео сделал то, что сделал. Он не мог оставить людей умирать. Мог бы только блифовать, что он не сделает этого, допуская, что бог из машин не разбирается в том, как работают инстинкты. Авторы понимали это и вышли тем, что в альтернативе поставили смерть Нео и якобы выбирали между ними. Дай мне сказать то, ради чего я пришел, а потом делай все, что хочешь, я не буду тебе мешать. Но бог машин мог его и не убивать, а просто обездвижить или что-то подобное. У него нет безудержной тяги к этому. Он мог это сделать, а мог и нет. И поэтому, если бы он просто оставил этот шнур, к которому Нео мог подключаться или нет, Нео бы это сделал. Потому что, в отличие от Архитектора во втором фильме, если бы машины отказались, то у Нео не было бы только доли определенных потерь. Он бы потерял все человечество. А этого он не мог позволить себе сделать. Мы готовы примириться с определенными жертвами. И последнее, что осталось добавить, это то, как познание себя позволило Нео спасти мир. Сначала Нео понял буддийский принцип мальчика и остановил смерть и пули, понимая, что все это симуляция в его мозгу. Затем он остановил охотников по-другому, понимая этот же самый принцип. Он реально был един со спутами и един с сознанием. Вот и смог их остановить. Он остановил себя как часть этого сознания. Мало того, что Смит антипод Нео, он еще и буквальный, животный, всеразрушающий эгоизм самого Нео, которым Смит заразился от него в первой части. Когда Нео нечаянно переписал его, так же, как это делает Мировинкин. Таким образом, в лице Смита Нео убивает свой собственный эгоизм, паразита, которым он был все это время. Помнишь, каким ты был, впервые постучав в мою дверь? Все это я за чумбак. Свободный выбор Осталось рассказать две вещи, почему Матрица противоречит закону драматургии и где это происходит, и о месте, где Нео все-таки делает свободный выбор, возможный в рамках этой вселенной. Согласно драматургии, смысл истории складывается из того, какой выбор герой делает в кульминационный момент истории. Трус или герой, пан или пропал. Но, как мы знаем, Нео не делает ни одного свободного выбора на протяжении всей истории. А по законам кино, именно свободный выбор определяет смысл. Возникает парадокс, как найти смысл фильма на основании свободного выбора, если герой такой выбор не совершает? Но есть маленький выход. Нео все равно бы сделал то, что сделал, без вариантов. Единственное, что он в конце выбирает, судя по авторским заявлениям, это принимать или не принимать свою природу и свое предназначение. Это никак не меняет того, что он делает, но меняет его внутреннее отношение к этому, и в этом заключается его выбор. Он делает это с согласием. Если в случае с видением Тринити Нео хотел избежать, не оказываться перед выбором, то в случае с видением источника он сам искал внутри себя этот ответ, принял решение согласиться с этим и полететь туда. Я знаю, время работает против нас, простите, что мне не было так долго. Но мне хотелось убедиться. И куда ты собрался? В город машин. Это то решение, которое сказала ему найти Пифи. Можно ли спасти Зион? Извини, у меня на этот вопрос нет ответа. А вот если он где-то и есть, то всего лишь в одном месте. Тебе известно. Подтверждает свободу этого выбора одна маленькая деталь. На пути к источнику, не зная, куда лететь, выбор, который необходимо сделать, оказывается не слева, а справа от Нео. Вон туда. В ту сторону. Поэтому смысл фильма в этом случае сводится к тому, что для того, чтобы по-настоящему освободиться, необходимо освободиться от иллюзии свободы воли и принять свою несвободу. И тогда у нас будет надежда и мир внутри, а может и снаружи, как это получилось, между людьми и машинами. Верила я в это. Остается добавить маленькую деталь, параллель, которая я считаю безумно важной и практически применимой в жизни каждого из вас. Непринятие матрицы заключалось в том, что люди чувствовали, что они несвободны. Какова параллель этому в нашей жизни, если говорить о матрице внутри? Мы думаем, что у нас есть свобода воли, но каждый раз, в момент, когда мы не можем сопротивляться эмоциям, не можем бросить курить, не можем начать худеть, не можем выйти из токсичных отношений, каждый раз в эти моменты мы ощущаем свою несвободу и понимаем, что не такая уж она и свободная наша воля. Как и все ты с рождения в цепях, с рождения в тюрьме, которые не почуешь и не коснешься, в темнице для разума. Мне нравятся твои разборы. Правда, ты замечаешь огромное количество деталей, которые, например, от меня ускользают. Но, возможно, это мое, да, субъективное некое восприятие. Но меня не покидает ощущение, что мне обещали о чем-то рассказать, но об этом не рассказали. В смысле? Мне кажется, я весьма доходчиво объяснил, о чем Матрица. Не совсем. Ты указываешь на эволюционную тему, говоря, что она здесь первостепенна и она действительно важна. Она здесь есть, она заложена авторами и зритель ее видит. Но я все-таки рассматриваю Матрицу немного с других позиций, с тех, которых ты лишь слегка касаешься. А между прочим, сами братья Лачевские в интервью упоминали, что золотой код является ключиком к пониманию фильма. И как нам быть обе эти темы? Подожди минутку. При чем тут темы? Ты сам сказал, что приходишь к тому же выводу, к которому прихожу я. Ну, значит, мы одинаково отвечаем на вопрос, о чем трилогия? Не совсем. Для меня важна именно эта вот религиозная составляющая Матрица. Я делаю похожее на твои выводы о фильме, но для меня это прежде всего история о духовном пути НЕО. Для тебя это некая политика, философское заявление. Да почему нет? Какое заявление? Это все о свободе выбора, а о том, что ее нет. Ну, как же ее нет, если ты сам говоришь о том, что Вачовский предлагают зрителю ответ на вопрос, как это? Так, давай еще раз. Сайфер, прости, извините, можно я вас перебью? Юра, если я правильно понимаю, говорит о том, что для того, чтобы прийти к какому-то общему выводу, ну, вот сесть вот так вот втроем, да, и глядя друг в другу в глаза, сказать, что Матрица, да, она вот об этом вот. Надо сперва определиться с тем, что именно считать ответом на вопрос, о чем произведение. Просто я вот сейчас слушал вас и подумал, что блин, ведь мой разбор это на том же самом. Ты в своем разборе говоришь о том, что Зион это матрица в матрице, а после первой версии матрицы, созданной архитектором, была еще какая-то, которая была похожа на ад. Ну и то, и другое, это полная чушь. Но вывод об антиутопичной матрице я делаю исходя из того, что после провала утопичной архитектор учел человеческие пороки как переменную и внес в систему некоторые изменения. Но это не важно, я говорю о другом, о финальном выводе. Ну так ты же утверждаешь, что свободы воли нет, и нам нужно научиться жить в клетке. Да, но... Я не понял, вы оба согласны с тем, что только что услышали? Или нет? Да согласны, причем практически совсем. Просто этот якобы сделанный каждым из нас общий вывод относительно матрицы, нужно облачить некую форму, которая станет чем-то вроде манифеста. Вот эта группа авторов считает, что матрица об этом. Ты сейчас об управляющей идее? Он о режиссерской трактовке. Субтитры сделал DimaTorzok